Монтажные пилы И сравнить не с чем было Та была первая, это получается второй И в этот раз попытаюсь построить обзор на сравнении То есть Боша и Макиты Потому как отличия есть и о них хочется рассказать Первым делом сравним по цифрам Опять же здесь будет Бош, здесь у нас будет Макита При этом многие скажут, что сравнивать их глупо Потому как цены немного разнятся И в большинстве случаев цены порядка 3000 рублей То есть Макита стоит 11, Бош стоит 14 И постоянно разные, в зависимости от акций Опять же обе машинки являются бюджетными Это вот например Макита самая дешевая И Бош самый дешевый, есть дороже То что схоже, в общем машины опять же похожи Получается похожи они по весу Что у Макита 18 кг, что Бош 18 кг Далее мощность у обоих Что у одного 2000, что у другого Диски те же самые Что посадка, что сам диаметр Посадка 24,5 и диаметр у них получается По-моему 355 И далее опять же оба, что тот, что этот могут пилить под 45 То есть тиски можно развернуть под 45 То есть не голову, а тиски То что в характеристиках разница Получаются у нас обороты У Макиты 3800 У Боша 3500 В общем если разница Мне показалось, что 3800 все-таки чувствительный И получается еще какая разница Бош имеет у нас получается плавный пуск А у Макиты этого плавного пуска нет В общем решил еще поискать какие-то характеристики И погуглил Зашел на сайт все инструменты И получается нашел здесь такие приколы В общем тупо зашел, сравнил Сейчас расскажу в чем прикол Здесь также пишет Что диаметр диска у них одинаковый 355 мм И нашел интересную характеристику Которая меня привлекла Это глубина и ширина реза В общем получается где-то здесь Макита согласно этим надписям Может в глубину пилить 11,5 см Бош где-то здесь будет написано На 1 см больше Это получается 12,5 см То есть больше Следующая характеристика Меня немного поразило Это получается глубина Ширина Ширина у Макиты 240 мм Это 24 см ширину А вот Бош может всего лишь 18 см Соответственно у меня возникает вопрос То есть сравнить я сейчас это не могу Потому что Макиты тупо нет Здесь только Бош Ну и не знаю чисто логикой Не понимаю как такое может быть Диск у нас круглый Чем глубже Тем шире Как это может быть наоборот Честно я не понимаю Поэтому вот такая вот фигня У кого была возможность сравнить Либо что вы об этом думаете Пишите в комментариях И от виртуального Грубо говоря к реальному Получается если сравнивать эти две пилы Первое что мы начинаем Это открывание Если брать Макиту То у Макиты где-то вот здесь Была цепочечка Которая вот сюда куда-то Прицеплялась У Боша немного по-другому Отжали Подняли Все то же самое Но поближе Получается чуть надавили Вот этот тумблер Отодвинули Все Пила готова к работе Закончили работать У Макиты получается Также Додавили Здесь поставили эту цепочечку Но здесь вот тумблер Удобно неудобно На мой взгляд гораздо удобнее Ничего не громыхает Не знаю Мне вот такой вариант гораздо ближе Пила готова к работе И получается Есть так называемая Защита от дурака Просто так Клавишу не нажать Как это выглядит вблизи В общем так же Как на торцовках На циркулярках Зажимаем клавишу Ничего не получается Есть вот здесь вот кнопочка Зажимаем ее Все Свободный ход Все то же самое Есть и на Маките Только на Маките Здесь находится сверху И на мой взгляд Эта кнопочка чуть побольше Что выбрать Сверху сбоку Опять же это ваше дело Все это дело на мой взгляд Дело вкуса По поводу хвата Что хочу сказать Хват тоже как у торцовок Есть такой Есть еще Грубо говоря Такой боковой Опять же Мы работали этой пилой Что Макитой Что этой Обычно стоя То есть она где-нибудь На полу На асфальте стоит И ты сверху Начинаешь давить На мой взгляд Достаточно удобно И такой хват Более удобный Мне кажется Для работы На верстаках И тому подобном И сразу что хочу отметить По поводу ручек Здесь нет никаких Произиненных частей Что на Маките нет Что на Боши нет Но на Боши есть Такие вот Выштамповки На пластике И кажется Как будто бы Ручка какая-то С обрезиночкой Но на самом деле Все обычная Ну не знаю Нормальная ручка Как и на Маките Разницы никакой Следующее Что мы сравним Это наверное Кожух Если рассматривать Кожух со стороны Оператора То на мой взгляд Особых разниц Между Макитой Я не заметил То есть получается Кожух Так же откидывается Как на Маките Может быть Чуть шире Опять же Это все на память Здесь есть резиночка То есть он никуда не бьется То есть резиночка Ударяет сначала О станину И закидывается Что хочу от себя добавить То есть я вот эту фигню заметил С Макитой сравнить не могу Но смотрите После того Как вы поменяли Например диск Потому как диск Имеет свойство Изнашиваться Забивать эту штуку Надо самому Потому как Угол на котором Она падает Он достаточно велик Ну вот смотрите То есть уже начали пилить И только сейчас Она вот упала Где-то сейчас Найду фрагмент видео Когда у нас Такая фигня Получилась В общем увидеть Звучит музыка А вот теперь Мы меняем ракурс И здесь разница С Макитой есть То есть если у Баша Вот он максимум У этого кожуха До сюда закрывается То у Макита Есть еще небольшой Такой аппендикс Который практически Полностью Эту сторону закрывает Плюс не плюс Считайте сами На мой взгляд Искр чуть поменьше От Макиты летела И сейчас попробую показать В общем здесь будет Бош Здесь будет Макита В общем посмотрите Разницу в этих чехлах Таких кожухах Еще есть небольшая разница В Искра улавливать Здесь немного сложно сравнить Потому что это было Год назад Но что мне запомнилось Получается здесь Вот он Искра улавливатель У Макиты он поменьше Находится где-то здесь И вот здесь видите Регулировка какая У Макиты это гораздо больше Можно хоть вверх направить То есть будет удобно работать Что вниз Что вверх И на мой взгляд По ощущениям Которые я помню Искр от Макиты Попадала в меня Гораздо меньше Теперь тиски В общем что у Макиты Что у Боша Эти тиски поворачиваются На 45 Что в одну сторону Что в другую Опять же У обоих по-моему на болтах Сейчас покажу Как это выглядит вблизи Тиски вблизи В общем Поворотная Поворотный шарнир получается Есть что на Маките Что на Боши Опять же при выставлении 45 90 градусов Для наших задач Пил был достаточно неплохой В общем Зажимают тоже Достаточно хорошо Качественно Что Макита Что Бош Но от себя Что хочу сказать Мы опять же Когда пользовались Макитой Я там не нашел Этой функции Опять же Она особо была не нужна Но здесь это все Бросилось в глаза И легко это понять В чем фишка Мы там пилили профильную трубу И длина вот этих заготовок Была одинаковая То есть Мы грубо говоря Озрутили Вытащили заготовку Поставили новую И дальше делали А если например Первая заготовка 5 сантиметров Другая 10 Третья например там 15 В общем здесь на Боше И на Маките То же самое есть Откидываем Отодвигаем Закинули Выдвигаем Либо Вот так На Маките Все то же самое есть Но она знаете Как-то так непонятно Реализована Что с первого раза Я ее не нашел Здесь это бросается в глаза На мой взгляд Круто Когда-то это все понятно И легко Вот он Поворотный механизм Такой же в принципе И на Маките Здесь есть шкала И получается Вот это вот место Что тут Что там Засирается Замена оснастки Здесь достаточно Беспроблемная Есть такой тумблер Зажимаем С другой стороны Получается Болт Здесь сзади Находится ключ Засовываем Снимаем Беспроблем Делал обзор Всего ничего Но уже подусался Потому что все В пыли этой металлической По поводу этого ключа По поводу его хранения Даже Хочу поговорить Немного отдельно Потому как Мне не нравится Как это хранится Потому как После одного из монтажей То есть мы нарезали Всяких уголков Труб И повезли эту пилу На базу В чем фишка Хранитель здесь Вроде бы кажется Неплохо Но в газеле Все это дело У нас Растряслось В газеле Задняя дверь Плохо прижималась И этот ключ У нас Тупо вылетел То есть Потерять его Очень легко Потому что При вибрации Ну он Никак не держится То есть При перевозке Будьте аккуратнее Потому что Просрать его Очень быстро Ширина реза Получается У нас здесь Реализована С помощью этого Болта и гайки То есть Все достаточно Не чистое В общем Закручиваем Выкручиваем И регулируем Сейчас у нас Ну не знаю Порядка Наверное 12 сантиметров Чем глубже Закрутим Тем ниже у нас Диск опустится И соответственно Можно добавить Там еще Сантиметров 5-6 Есть небольшие Отличия По щеткам Получается У Макиты Щетки вынесены Как на шуруповерках На дрелях Наружу То есть С одной стороны И с другой стороны Эти щетки находятся Как обычно Получается Шлиц Выкручиваете Вытаскиваете щетку Меняете Все нормально Здесь Находится Где-нибудь Наверное Здесь В общем Я не разбирал Ну мне кажется Вот этот кожух Снимаем Где-то там Будут эти щетки По доступности Не знаю Сами решайте Интереснее это реализовано Потому как Интуитивно понятно Что еще вспомнил Напоследок Это конечно же шнур Разница огромная Получается У Макиты Он порядка Двух По-моему Если там пишут Два с половиной По-моему Там два метра Около того У Баша Он Раз Два Три И еще он Осталось То есть У Баша Четыре метра шнур И бывают Конечно Такие ситуации В которых Эти четыре метра То есть Даже полтора метра Разницы Они дадут знать И они способны И ну Шнур нормальный Прорезиненный Толстый На морозе Ничего не треснет Ну и ощущение Отпиления Что хочется сказать Сейчас ставлю Небольшие видеоролики Попытаюсь найти Для Макиты Короче Первый будет Бош Мы пилили там Вот такие вот Уголки Не уголки А швеллера Получается Не уголок И Макита Будет там Профильная труба По ширине Пила это Ну побольше То есть здесь Получается 80 И там наверное Соточка была Как минимум Поир saja Поирîste Поирîste поиратнее Поиратнее Все разу, давай не медленно. Это же вот это что-то? Да. Нет, это не медленно, это просто так. Пофигу, ну да. Что-то хер. И вспоминая, как это было, что хочу сказать. Ну я не помню, что когда я пилил Макитой, были такие моменты, когда двигатель просто тупо унывал. То есть Макита пилила и пилила, как бы я на нее не нажимал. С башом дела стоят по-другому. То есть им как-то надо пытаться найти усилия. И опять же, если чуть-чуть пригубил, то он с легкостью может встать. То есть на мой взгляд на Боше двигло чуть послабее. Это по моим ощущениям. И говоря о том, что бошевская пила глохнет при больших усилиях, чем хотел бы сравнить. То есть я вот разные шуруповерты держал. Если взять аналогию шуруповерта. Потому что к чему веду, что может быть это заложено как в конструкции. Из-за того, что он глохнет, ты понимаешь, что ему не хватает мощи. И соответственно он тебе символизирует, что надо бы, браток, сделать поменьше нажима и тому подобное. В общем, это шуруповерты получается. На Макитах шурики они всегда крутят, пока не сдохнут. То есть ты крутишь и крутишь, он будет крутить, пока он может. У Боше обычно стоит какая-то защита. То есть ты крутишь, если он ни хрена не может, то он тупо встает. А Макита, даже если она не может, она все равно будет крутить, пока не задымится. Может быть здесь сделано с таким же уклоном, что если ты, например, чуть-чуть, он не может, например, до двигателя тянуть это, поэтому он глохнет. Честно, не знаю, из района фантастики, но может быть тем самым спасется двигатель гораздо лучше, чем у Макита. Потому что Макита будет, даже если не может, все равно добивать. Опять же, блин, не знаю. Мне так кажется, что просто у Макиты двигло посильнее. Подводя итог к данному обзору, что хочу сказать. Ну, я не могу сказать, что Бош идеален, либо же Макита идеален. У каждого из них есть свои плюсы, есть свои минусы. В общем, кому ближе какие-то плюсы, тот берет то. Но при этом от себя, что хочу сказать, если кому-то интересно, то, на мой взгляд, продуманность Боша гораздо лучше, чем Макиты. То есть есть такие моменты, в которых в Боше, грубо говоря, подумали побольше, чем в Маките. Но то двигло, которое сюда поставили, опять же, лично мое мнение, оно загубило всю идею, в принципе, вообще, в ключе. Соответственно, если бы двигло было бы от Макиты здесь, и при пилении эта машинка бы не вставала, то ей бы цены не было бы, и было бы реально идеал. В общем, вот такой вот обзор. Кому понравилось, ставьте лайк. Опять же, это мое личное мнение, никому его не навязываю. В общем, до новых встреч. До свидания.